Работа одного единственного дворника сегодня оценила городская прокуратура, судебные приставы, представители управляющих компаний и журналисты. Женщина работает во дворе на благо государства по решению суда. Она должник по алиментам. Сегодня люди в погонах встретились в одном месте из-за этой женщины. По решению суда дворник убирает территорию на Ломоносово-74. Женщина задолжала более 50 тысяч рублей за алименты. Сейчас она безработная. Поэтому суд ее обязал к обязательным работам сроком на 80 часов. Безвозмездно она трудится с 8 сентября. На работу приходит к 7 утра. Убирается по закону 4 часа в день. Есть 20-минутный перерыв. По словам бригадира, иногда женщина работает дольше. Все отработанные часы считаются переработкой. Замечаний, нареканий у меня к ней нет. Работу выполняет исправно. Пьяный, выпивший на работу, не приходит. Что бывает редкость среди таких вот, как говорится, людей, дошедших до отработки. На данный момент я и предложила продолжить потом работу у нас уже на основном, пока у нас вакансия есть. В ходе рейда люди в погонах проверяют условия и качество работы нарушителя. Работодатели обязаны еженедельно отчитываться о таких сотрудниках в отделе судебных приставов. На исполнении в 2017 году 1070 исполнительных производств. У нас в отношении одного человека может быть и 2, и 10, и 20 исполнительных производств. Допустим, суд привлекает его за неуплату административного штрафа в срок. А штрафов было много. И, соответственно, за каждый штраф будет, допустим, как вид административного наказания. Это обязательные работы. По словам прокуратуры, лишь четверть из этого количества являются на обязательные работы. В Северодвинске 38 предприятий, в которые могут направить нарушителя. Помимо управляющих компаний, северодвинцы отрабатывают часы в городских больницах, на звездочке и в частных организациях. По окончанию проверки будет дана соответствующая юридическая оценка как организациям, в которых осуществляется отбывание наказания, так и непосредственно отделу судебных приставов по городу Северодвинску, на которых непосредственно возложен контроль. И в случае необходимости также выявления нарушений прокуратуры города будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Если нарушитель был неоднократно задержан приставами за прогул, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, а также арест на 15 суток. Причем отработать обязательные часы ему все равно придется. Рейды продолжатся. Владимир Богомолов, Евгения Карелина, Семен Самигулин. Вестник Северодвинска.